40 гектаров земли покрыто мусором, а рядом пасутся овцы и коровы. Еще в прошлом году Дербенский суд принял решение запретить вывоз бытовых отходов на территорию близ пастбища. Однако это никак не повлияло на ситуацию. После этого наших неоднократных обращений, неоднократных писаний, никакой реакции, горси, экологии, ни внимания не отдал. После ураганных ветра, как вы видите, здесь не огражено ничего. Весь территория, вот сюда, около 600 гектаров земли, которые все находятся в таком положении, пакетах. Непоправим ущерб для хозяйств. По словам председателя кооператива, ягнят и телят из хозяйства невозможно пасти на таких землях, так как животные едят пакеты и другие отходы вместе с травой. Мы же поставляем это экологически чистая продукция мяса в конечном итоге на рынок, городской рынок. И этим питается население. И в том числе после этого последнего снега вся таблица Менделеева смывается с этой свалки на водоемы. Управление Россельхознадзора отреагировали на ситуацию. Было выявлено, что свалка действительно наносит ущерб животноводству и экологии. Свалка находится близ земель сельхозназначения. При ветре или других погонных условиях мусор распространяется на данные земельные участки. Таким образом идет уменьшение земель ценных сельхозназначений. Также наносит непоправимый ущерб экологии. Только за прошлый год было обнаружено 16 несанкционированных свалок на землях сельхозназначения. Если ситуация не изменится, люди начнут питаться не экологически чистым мясом, а пластиком. Наталья Ханбабаева, Магомед Магомедов, Мурат Бегварзев, телеканал ННТ, Дзербенский район.